Подгруппы и операции с ними я все пытаюсь приучить моих слушателей к этому языку. Итак, пока мы имеем дело с привычным нам множеством целых чисел и мы даже знаем как выглядят подгруппы в них. Все кратные какого-то одного целого числа. Есть такая еще выделенная подгруппа, она из одного нуля состоит. Можно сказать, что это все кратные нуля, но это будет уже какая-то формалистика. Но имея в виду как бы дальнейшее обобщение на случай каких-то произвольных, ну скажем, абелевых групп. Давайте, значит, ну вот возьмем две подгруппы в z, пока даже вот если вдруг кто-то, например, прослушал и пропустил, что каждый из них имеет вид mz, там mz и nz. Вы просто помните, что такое подгруппа. Это очень важно помнить отдельно, абстрактно. Подгруппа это такое множество внутри группы, где можно выполнять операции вычитания всегда. Ну или иными словами, где вместе с любым элементом лежит и противоположный к нему, где лежит ноль и где вместе с любыми двумя лежит сумма. Ну там разности автоматов будет. Оказывается, как мы до этого выяснили, достаточно потребовать, чтобы разность всегда лежала здесь. И тогда будет уже все хорошо. То есть как бы, ну вот одна такая маленькая группка в миниатюре внутри этой. Так вот, вот это вот, вот если я возьму вот так вот, по Минковскому, да, то это тоже обязательно будет подгруппа. Вот как бы это сказать, мне бы очень хотелось, чтобы вам стало это очевидно, вот сразу, чтобы такие вещи были сразу очевидны. Но пока это не так, давайте просто проверим. Вот что здесь написано. Что такое элемент отсюда? Это а плюс б, да? Где а в а, а б в б, да? Это вот один элемент отсюда. А какой-нибудь, вот скажем, противоположный к нему элемент, это что? Это минус а, минус скобка открывается а плюс б или иными словами минус а минус б, да? А вот, ну оно же может быть написано как минус а плюс минус б. И уже видно, что тоже элемент лежит вот в этой вот сумме Минковского, потому что раз это две подгруппы, то для любого а отсюда минус а тоже отсюда, и для б отсюда минус б тоже отсюда. Значит, и этот элемент отсюда, и этот отсюда, понимаете, да? И если мы сложим, то поопределению получим элемент отсюда. Поэтому для каждого элемента из такой суммы Минковского противоположный к нему тоже лежит в той же сумме Минковского. Это первое требование на то, чтобы, значит, это была подгруппа. Ну там ноль, почему ноль принадлежит? Ну потому что ноль, ну как бы равно ноль плюс ноль, вот такая вот автология, да, такая глупость. Ноль равно ноль плюс ноль. Ноль принадлежит и а и б обоим подгруппам. Значит, ноль принадлежит и вот этой сумме Минковского. Ну и, наконец, последнее тоже столь же очевидно. Если а плюс б принадлежит сумме Минковского и с плюс д тоже принадлежит сумме Минковского двух подгрупп, то так как я могу перегруппировать их и написать, что это а плюс с плюс б плюс д, правда ведь от этого ничего не изменится, да, из-за того, что это абелевые, то есть коммутативные подгруппы, здесь можно менять порядок слагаемых, то вот этот элемент принадлежит а в силу того, что а и с принадлежат а. Мы же рассмотрели вот этот из суммы Минковского и вот этот суммы Минковского, значит, первые компоненты из первой вот этой вот компоненты. Ну а тогда, так как она подгруппа, то а плюс с в ней. Ну и так же с б плюс д. Б плюс д должна быть в ней. А значит, сумма по определению в ней. Вот и все. То есть мы доказали, что вот эти вот принадлежат сумме Минковского, а тем самым сумма Минковского двух подгрупп, ну и ноль тоже. Сумма Минковского любых двух подгрупп обязательно является подгруппой. А теперь внимание. Какой подгруппой? Тут мы возвращаемся уже к конкретике множества z. Во множестве z а это m, значит, давайте так. a это какой-то a, кратный какого-то a, ну а b, соответственно, это кратный b. То есть a это a, z, a b это b маленькая z. Вот. Ну и как бы вот я думаю, что те, кто уже привыкли к нашим замечательным упражнениям, не удивятся, увидя вот такую формулу. Воскресательный знак. Правда ведь? Ну, наверное, не сразу, да? Очевидно. Давайте докажем. Давайте это утверждение строго докажем. Опа. Итак, утверждается, что внутри нашего множества целых чисел подгруппы, арифметика подгрупп, устроена ровно через ноту. То есть как бы наибольший общий действитель можно было ввести вот таким образом, да, что сложены две группы. То есть чисто в групповых терминах, в алгебраических групповых терминах. Так, доказательства. Ну, давайте прежде всего заметим. Первое, что мы заметим. Любой элемент из вот этой суммы Минковского, имея вид, понятное дело, а умножить на какое-то x плюс b умножить на какое-то y, где x и y это просто какие-то целые числа, да? Но это вот общий вид элемента из этой подгруппы. Это а умножить на какое-то целое число. Заметьте, что x может быть больше нуля или меньше нуля или нулем. И y также. Вот. Так вот, любой элемент, имея такой вид, делится очевидным образом на нод. Потому что и а, и b делятся на нод. То есть, любой элемент принадлежит вот этой вот нашей нод. А, b на z. Вот. Иными словами, я это все разжевываю, потому что первый раз это может быть сложно. Иными словами, сумма Минковского двух подгрупп лежит внутри вот этого означенного нами, объявленного нами множества вот такой подгруппы. Ну, раз любой элемент отсюда принадлежит вот этому множеству, то есть, любой элемент из этого множества является элементом этого множества. Ну, а это означает, что данное множество является подгруппом, да? Но, однако, обратно, что мы сделаем? Обратно, мы знаем, что нод a, b представляется в виде какое-то целое м на а плюс какое-то целое n на b. Помните, это наша такая... Ой, какое странное вышло, b. Плюс n на b. Вот. Это следовало из наших рассуждений про кузнечиков. Ну, а это, понятно, m, a плюс n, b по определению по определению принадлежит сумме Минковского, потому что левая из а, а правая из b. Вот. То есть, нод принадлежит вот этой подгруппе. Ну, а значит, и любое его кратное любой элемент из нод. a, b на z будучи кратным ноду, тоже принадлежит a плюс b. Тут мы использовали то, что a плюс b подгруппа, поэтому любой кратный любого элемента является тоже элементом... Если я взял отсюда какой-то элемент, а я взял нод, то любое его кратное тоже лежит в подгруппе, ну, потому что это нод плюс нод плюс нод и так далее, или минус. Вот. Отсюда мы получили, что и в обратную сторону нод a, b на z лежит в a плюс b, и все зашибись. То есть, они сов-по-да-ют. Вот. Это очень важно, это очень красиво, это вскрывает смысл нода, порождающий для суммы двух подгрупп. Ну и, собственно говоря, продолжим мы изучение сумм Минковского и потом еще произведения Минковского, когда мы там более детально изучим операцию умножения целых чисел, все, что с ней связано. Вот. Ну а пока мы переключимся на вывод формулы пифагоровых троек. То есть, вывод. Нам нужно какой-то такой свет, да, в конце туннеля вот этих страшных формул. Ну вот, у нас будет замечательная формула, выявлена общая формула для всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами. К этому мы постепенно и переходим. Следующий наш урок будет посвящен геометрии чисел. Субтитры создавал DimaTorzok